Программа на своем месте отправилась в театр, в кабинет директора театра кукол Александра Паина. Ну что, вот это кабинет директора Оренбургского областного театра кукол. Что здесь главное? Что? Ну, я попрошу посмотреть на эту черно-белую фотографию. Посмотрите, пожалуйста. Рядом со мной стоит Владимир Натанович Флейшер. И посмотрите, там рабочий план Московского театра на Таганке. И вот, наверное, это идеологический центр этого кабинета. Здесь и расписание, вот сейчас апрель, май, июнь. Здесь и актеры. А почему он? А почему он? Потому что вот этот кабинет, это тот самый кабинет, который занимал Владимир Натанович Флейшер. И практически, когда я сюда пришел, я здесь ничего не менял. Вообще ничего, даже стол и даже вот этот шкаф, все как было до меня. Он сейчас является руководителем театра на Таганке, да? Вы с ним поддерживаете? Я вот только сейчас приехал от него, я был на спектакле, я смотрел любимого спектакля Юрия Любимова, который называется «Мастер и Маргарита». Поставлено в 1977 году. Так было интересно смотреть. И вот Владимир Натанович встретил меня, провел по театру. И первым днем, конечно, завел в гримерку и показал вот эту гримерку, где Владимир Высоцкий провел основную часть своего времени. Вот его грим уборная, вот его столик, вот его стул. Ну, конечно, такое благовение было. Но он скучает по Оренбургу? Он не скучает. Дело в том, что он так и живет оренбургской жизнью, он все знает. Он в курсе всех наших дел и он болеет также за Оренбург, за Оренбургскую область. И, честно говоря, позиционирует нас там на уровне Москвы. А на Таганку, вы знаете, приходят не самые последние люди страны. Ну да. Да, и он с гордостью говорит, что он начинал свою деятельность вот здесь, вот в этом театре, в этом кабинете, с этой труппой. И, в общем-то, вы понимаете, какая ответственность теперь и на мне. Буквально совсем не так давно театр праздновался в 75 лет. И, конечно, здесь было очень много корреспондентов и было много гостей. И все спрашивали меня в основном одно. Скажите, пожалуйста, а чем вы гордитесь за время своей работы, что вы сделали такого знакового? И вообще, чем театр отличается от всех остальных учреждений культуры? И вы знаете, что я всегда говорил, и вам тоже скажу. Вот я сам чисто оренбургский. Я вырос здесь, в Оренбурге. Я вырос в этом театре. И вот здесь, на втором этаже, этого пристроя еще не было. Я ходил, смотрел сказки про Красную Шапочку, про Голобка, про Теремка. И вот здесь выросли мои дети, которые закончили первый лицей. И здесь теперь ходят мои внуки. И самое главное, что вот как скоро уже 80 лет нашему театру, как и было 5, 10, 20, 30 лет назад, мы не бежим навстречу изменчивой моде. Мы очень постоянно. И мы как ставили 80 лет назад, так и ставим прежде всего эти «Колобка, Теремка» и «Кошкин дом». Кстати, это любимый спектакль моей внучки. И мой был в детстве. И ваш тоже, да, 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 потому что там глубочайшая мораль. И так вот, я думаю, еще и 80 лет, а может быть и в два раза больше, вот мы и будем ставить те самые спектакли. Вот эта фотография, она... Да, Путин у вас тут сидит. Да, он здесь в компании работника нашего министерства. Это Марина Григорьевна Дмитриева. И это дань уважения не только... Путину, но и ей, да? Да, совершенно верно. Хорошо. Я только помню, что ее представили как краеведа почему-то, не как сотрудника министерства. Но это, видимо, особенности встреч с Владимиром Путиным. Может быть, может быть. По крайней мере, я могу сказать только одно, что вот в результате этой встречи было решено всенародно отпраздновать 220-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. Нам в результате это был выделен целевой грант на постановку, понятно, аленького цветочка. Ну и вот вы видите, что вот этот диплом, эта Марина Зорина стала дипломантом в Кирове за художественное оформление этого спектакля. Я сразу же ваше внимание обращаю на эти куклы. Обратите внимание, эти куклы достойны любого музея театрального, в том числе. Потому что если люди знают традиции кукольного искусства, в частности, мусульманского, то вы обратите внимание, что... Безлиц. Безликие, совершенно верно. Обратите внимание, это традиции мусульманства, потому что... Запрещено изображать человека. Запрещено изображать человека, да. И это вот подарки душанбинцев. Кстати, вот этот замечательный халат, это халат богатого человека. И вот его подарили нам, когда мы туда ездили. Именно как раз со сказками Пушкина. И там тоже очень интересно нас встречали. И вот тюбетеечка, вот там тоже такая таджикская. То есть это все вот... Вот это, да, тюбетеечка? Вот не зеленая, а черная, да. Потому что вот ту зеленую, это нам подарила замминистра культуры Татарстана. Когда мы туда приезжали, тоже гастролили. То есть у каждой куклы, у каждого подарка есть своя история. А театр это сегодня структура, которая окупается, которая может... И никогда не будет окупаться. Особенно детский театр. То есть эту тему даже нет смысла затрагивать. Потому что вот сейчас, вот именно сейчас, в недрах областной администрации очень активно идет обсуждение строительства нового театра. Трехлетний ребенок 8 лет назад и сегодня, это один и тот же трехлетний? Ну что вы, да мои внуки с айпедом там и с компьютером на «ты». И они уже с сенсорными там кнопочками управляются в два года. А в три года они уже сами управляются со всеми программами компьютера. Поэтому вот это, кстати, причина того, что когда стал вопрос строительности нового театра, первым аргументом строительства, это было то, что старыми методами маленького ребеночка в театр уже не приманишь. И поэтому нужно что-то яркое, что-то стереофоническое, что-то в 3D, в 4D, в 5D. И вот так меняется зритель. То есть с точки зрения технической грамотности и технической осведомленности. А так дети такие же, милые и хорошие. И с ними очень хорошо работать и открывать для них что-то очень милое и здоровое. Слушайте, ну дети, особенно, наверное, маленькие дети, очень сложные зрители. Ну хотя бы потому, что они, что-то могут испугаться. А вдруг один ребенок в зале заплакал, все начинают как-то там тревожно себя чувствовать. Как с этим работать? Вот вы знаете, совершенно недавно мы открывали сезон в этом году спектаклем «Кошкин дом». Я так радовался. Он настолько был мастерски сделан и настолько там, естественно, была картина пожара. И вдруг ко мне звонит одна бабушка и говорит, «Александр Александрович, а вы подумали о том, что вы нанесли психическую травму моему внуку?» Я говорю, почему? Потому что после того, как он посмотрел, как горит «Кошкин дом», он очень долго не мог заснуть и как-то перевозбудился. И теперь вообще не может видеть огонь. К чему я так говорю? Дело в том, что, уважаемые родители, театр-то наш для семейного просмотра. Да дети всякие бывают. Но то мы с вами, дедушки и бабушки, мамы и папы, чтобы следить за своим ребенком и после спектакля прийти домой и обсудить, а что же здесь хорошего, а что здесь плохого. И в чем смысл? Это совместная работа. Это действительно большая совместная работа. Согласитесь, что на федеральном уровне люди, которые связаны с культурой, они так или иначе очень влиятельны. По крайней мере, они влияют на общественное мнение. У нас, мне кажется, в этом смысле дефицит. Я просто знаю, как в Екатеринбурге, как в Челябинске. А вот вы знаете, что я по этому поводу могу сказать только одно. Совершенно недавно мы ввели по этому поводу разговор у нашего министра Виктора Шурикова. И сказали мы то же самое. Мы сказали, что, Виктор Александрович, ну давайте мы как-то будем использовать потенциал, наш потенциал для формирования правильного мировоззрения у оренбуржцев. Более того, вы посмотрите, что в нашем депутатском составе Оренбургской думы, в том числе и городского совета, у нас же нет деятелей культуры. Вы задумайтесь над этим? И почему? Хотя, я думаю, что этот недостаток можно восполнить на будущих выборах. Ну, не могу не спросить про такую огромную бутылку. Ну, вот эти две бутылки – это вот дары друзей театра, когда мы готовили спектакль «Женили Бальзаминовы», там одна из сцен, как раз гостеприимные хозяева наливают водку и вино. Но, к сожалению, главный режиссер, он же режиссер-постановщик, их забраковал. Почему? Ну, потому что они настолько цены, что это же оригинальные вещи. И он сказал, что пускай они здесь хранятся, может быть, они как-то пойдут в другие спектакли. Что хорошо у директора театра? На любую вещь, можно сказать, это реквизит. Да, но это реквизит, совершенно верно. Что бы я хотел показать и на что бы я хотел нацелить наших телезрителей, это вот корпус, который вон там виднеется, педоуниверситета, который, по-моему, Максим, когда-то заканчивали и вы тоже. Ну, я не в этом корпусе учился, но это корпус филфака. Это корпус филфака. Там абсолютно уникальные люди работают, такие как… Игорь Вилеевич Севельзон. Игорь Вилеевич Севельзон, совершенно верно. Такие, как Ольга Михайловна Скибина. Мы большей частью все свои спектакли, прежде чем их сдавать, показываем профессиональным школьным психологам в обязательном порядке. И они дают оценку с точки зрения детской психологии. Ну и самое главное, все наши спектакли обязательно просматривают… Филологи. Филологи, совершенно верно. А уж когда мы готовили слово «Полку Игоря», там кандидат филологических наук Надежда Башатова смотрела древнерусскую стилистику нашу, чтобы мы, не дай бог, не ошиблись там с ударением, там или где-то слово не так произнесли. Значит, подсказывают? Обязательно. Подсказывают и дают очень ценные советы. И поэтому, когда мы выходим на сцену и представляем наш спектакль нашим маленьким зрителям, то это еще и учебник русского языка. Вот, кстати, очень интересно, что это. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто вы у нас? Бугу Руслан. А? Бугу Руслан. Бугу Руслан. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, нашим коллегам, а почему вы оказались здесь? В фестиваль приехали. А какой фестиваль? Сердце с дверцей. Сердце с дверцей. Совершенно верно. Мы сейчас здесь проводим фестиваль, Сердце с дверцей. И к нам приехали самодеятельный театр детский со всей области. То есть мы являемся методическим центром кукольного искусства по всему Оренбуржу. Спасибо. Спасибо. А это что, такая мини-сцена здесь? Это репетиционный зал. Вот посмотрите, да. Это мини-сцена. Здесь у нас студенты обучаются. А вот там свет, звук. Ну вот, в данном случае мы это отдали нашим гостям. То есть мы профессиональный театр оказываем еще методическую помощь театрам самодеятельного области. Теннисный стол для того, чтобы разгрузиться. Вот это святая святых. Можем зайти сюда посмотреть. Ух ты! Вот это да! Да, это действительно да. Посмотрите, вот она женитьба Бальзаминова, вот она белотелова, вот она сваха, вот посмотрите главные герои. Да, и вот посмотрите, это тень. Посмотрите, какие роскошные куклы, роскошные. Слушайте, они вблизи еще внушительнее и красивее, чем... Это произведение искусства. Это у нас законченное произведение искусства. А вот тот самый министр финансов. Да, да, узнаете. Узнаете, да? Да, это из спектакля «Тень». Вот такие куклы. А это кто, простите, в такой королевской... Это тоже из тени, вы видите, это вот королевская мантия. Да, да, да. Да, то есть это вот как раз персонаж оттуда. Вы запустили взрослые спектакли, не только детские, несколько лет назад. Их становится все больше и больше. Да, да, да. Хорошо ходят взрослые на спектакли? И как часто вы их показываете? Вы знаете, мы показываем взрослые спектакли системно, обязательно в пятницу, то есть раз в неделю. И каждую пятницу на основе спектакля. Более того, я считаю, что это бренд нашего театра. Мы начали разговор с Александром Генриховичем в кабинете, а попрощались уже на сцене. До осени. До нового театрального сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова